Всем привет, с вами Лурка, и это второй выпуск из рубрики Кидалы, и сегодня я вам расскажу, как безопасно покупать в наших с вами интернетах. Интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! В этом ролике речь не пойдет о Авито или Юле, про эти сервисы я расскажу в другом видео, сегодня же речь пойдет именно об интернет-магазинах. Итак, давайте начнем. Первое, на что вам стоит обратить внимание при покупке в интернет-магазине, это на сам сайт или группу в соцсети. Серьезно? Да ладно! Обосраться! Вот это поворот на самом деле. Да-да, звучит банально, но нужно обязательно обратить внимание на оформление. Если сам сайт или группа сделаны по принципу Ладно, и так сойдет! То это первый звоночек. Ни одна уважающая себя компания или нормальный продавец не позволит себе сделать оформление на отъебись. Как говорится... Монеты? Лицо? Мужчина. А паблик или сайт лицо компании? Вообще сайт или группа в соцсети сейчас доступны абсолютно каждому. Я наверное даже как-нибудь ролик запилю, как создать свой сайт буквально за 30 минут. Но это не точно. Поэтому если вы нашли сайт или группу в соцсети, где охрененный телефон продается со скидкой 50%, скорее всего вас хотят поиметь. Причем и в хвост, и в гриву. Существует очень простая схема развода, действует она по принципу фирмы-однодневки, только в интернете. Кстати, тут даже оформление сайта может быть на высшем уровне, и нареканий оно никаких не вызовет. Работает все очень просто. Создается фейковый сайт, вкладывается определенная сумма денег в его раскрутку, раскидываются посты по соцсетям, мол смотрите какие здесь охрененные телефоны по выгодной цене. Затем, когда реклама сработала и начинают появляться покупатели, сайт работает ровно столько времени, сколько будут появляться люди, готовые отдать свои деньги за самую щедрую скидку. К примеру, 7 дней. Дольше обычно не работают по такой схеме, так как появляются первые недовольные покупатели, а рупор народа, как говорится, не заглушить. Ну а затем сайт или паблик просто удаляют. На ёбчики, блядь! На ёбчики! И да, дорогой мой друг, который подумал, что это хорошая схема, даже не пробуй таким образом разводить людей. Ты сядешь. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу. Ну а как не попасться на подобные схемы развода, я расскажу дальше. Но перед этим я хочу посоветовать вам кэшбэк-сервис Letyshops. С помощью этого кэшбэка вы сможете возвращать себе часть денег с покупок в интернете. Ну думаю, вам и так понятно, что такое кэшбэк. Плюс это неплохая проверка продавца на вшивость. Если магазин есть в списке, с кем сотрудничает Letyshops, то можно быть уверенным, что этот магазин вас не кинет. Letyshops сотрудничает только с проверенными брендами и магазинами. Ну а чтобы упростить себе задачу, вы можете установить расширение от Letyshops, с помощью которого можно, кстати, отслеживать цену на тот или иной товар в интернет-магазине. Ссылочки на кэшбэк и расширение оставлю в описании. Второе, на что вы должны обратить внимание при покупке, это на контакты, указанные на сайте или в группе в том же Тентакле. Там должен быть указан физический адрес, ну если таковой имеется, номер телефона, мыло, вайбер, ватсап, террограмм. Короче, чем больше контактов для связи, тем лучше. А вот если там указан только имейл или скайп, то это должно заставить вас напрячь свои ягодицы и поселить семя раздора по отношению к этому продавцу. Любая уважающая себя компания или продавец укажет номер телефона для связи, чтобы проконсультировать вас о товаре. Третье, прежде чем что-то купить у продавца, нужно почитать о нем отзывы. И не тупо у него на сайте или в паблике, а нужно поднять свой ленивый попец и прошерстить интернет на предмет негатива к этому продавцу. Лично я всегда стараюсь искать именно негатив, положительные отзывы зачастую можно накрутить даже на сторонних ресурсах, я уж молчу про сам сайт с товаром. Если отзывов нет, это должно напрячь вас даже больше, чем если бы все подряд этого продавца чехвостили. Хотя, когда продавца засирают, это тоже плохо и покупать там не стоит, но когда отзывов вообще нет, это значит, что магазин создан недавно и возможно это один из друзей Оушена вышел на охоту и хочет нагреть вас на бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Четвертое. Нужно обязательно узнать, сколько интернет-магазин существует на рынке. Для этого я пользуюсь двумя способами. Первое это то, что я писал раньше, ищу комментарии и смотрю на дату публикации самого раннего. Второе, это еще проще. В нашем с вами интернете существует туйма сайтов, где можно посмотреть возраст того или иного домена. Я прям так обычно и вбиваю. Узнать возраст сайта или узнать возраст домена. Это покажет нам, как давно существует сайт продавца, но опять же, есть определенные риски, например, сайт может быть старым, но его банально недавно перекупили. Поэтому лучше совмещать, поискать и первый отзыв и чекнуть возраст сайта. Это точно! Важно помнить еще об одной схеме развода. Кодовое название «Гнойный опарыш вышел на охоту». Чего, блять? Шучу. Название «Магазин-дублер». По факту, существенных различий между ранее мной озвученной схемой нет. Все так же манящие цены и высокие скидки, все так же ваши деньги исчезнут в никуда. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Но, как вы могли понять из названия этой схемы, это магазин, который полностью копирует уже существующий нормальный магазин. Работает все крайне просто. Создается сайт, где вплоть до шрифта копируется облик проверенного магазина. Опять же, вкидываются деньги на рекламу в соцсетях, мол, смотрите, у нас распродажа в крупном магазине. Да не абы в каком. Ну, а, к примеру, в Альдорадо. Для вас свеженький товарчик, а для нас солидный товарчик. Туда ломится народ и лишается всех своих денег. На ёбчики, блять! На ёбчики! Избежать этого обмана гораздо проще. Нужно не переходить по манящей ссылке, а просто вбить в поиски нужный магазин. К примеру, тот же Альдорадо. И перейти по официальной ссылке. Благо, вероятность попадания сайтов дублёров в топы поисковых запросов... Крайне мала! Ну и, так сказать, из раздела офтоп. Все те, кто говорят, что наложенный платёж гарантирует безопасность сделки, вызывают у меня единственную реакцию. Наложенный платёж гарантирует вам только то, что вы что-то получите. Не факт, что это будет заказанный вами товар. Вместо восьмого айфона вам может прийти Nokia 3310. Хотя тоже неплохой телефон. Но это не айфон 8. Ну, надеюсь, вы уловили мою мысль. Наложенный платёж не даёт гарантии, что вы получите заказанный вами товар. И не думайте, что раз коробочки запечатаны, значит они пустые. Пустые коробки вам продаст только гробовщик. Любая схема развода строится на наивности, невнимательности и жадности людей. Запомните это. Если вы где-то видите вкуснейшую скидку, которая закончится буквально через 2 часа, не надо бежать и занимать деньги у всех своих знакомых. Скорее всего, это либо развод, либо скоро такая скидка повторится вновь, так как это банальный маркетинговый ход. Кто сегодня не успеет, завтра крепко пожалеет. Будешь долго ждать, я успею всё продать. Когда вы что-либо покупаете в интернете, будьте всегда максимально внимательны. Включайте своего внутреннего Шерлока и проверяйте всю информацию несколько раз. Хотя, чёрт побери, кого я учу, для вас же это банальная информация. Недаром в интернете такое количество мошенников. Это, наверное, потому, что все их схемы давно людям известны, а кидалы занимаются этим чисто в прикол. Делать им просто больше нечего. Нет, нихуя! Если для вас сегодняшняя информация была банальна, это вовсе не означает, что другие люди это знают. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!